Доброе утро! Время завтракать и ехать на тренировку. Кстати, многие меня спрашивают, кем я работаю в ДОХе. Я работаю тренером. Возможно, покажу вам часть своих тренировок, но здесь снимать нельзя. Клиенты обычно против. Привет, кот! Это самый недружелюбный кот в мире. А это самый дружелюбный кот в мире. Вот на такой локации проходит одна из моих тренировок, но обычно мы занимаемся в зале, но так как сейчас в силу сложившейся ситуации, в которой все еще запрещены тренировки индор, поэтому мы занимаемся на улице, на террасе. И, честно сказать, это очень классно, очень атмосферно. Вот, поэтому я прям наслаждаюсь своей работой. Осенние и зимние месяца, вдохи и весна тоже. Это просто самый кайф. Это идеальное место, где можно быть в это время года. Сейчас из-за сложившейся ситуации в мире у меня все тренировки мои проходят аутдор, то есть на улице. Каждая тренировка это что-то особенное, потому что здесь, во-первых, локации классные, и, во-вторых, погода. Вчера еще прошел дождь, свежо. После каждой тренировки я довольно вдохновленная. Сегодня у меня еще одна в просто крутейшем месте на крыше отеля. Если вы в Дохе, обязательно присоединяйтесь, придите хотя бы раз. И если вы приедете в Доху когда, тоже попробуйте провести час тренировки на крыше отеля на 50 этаже. Там 46-й, плюс еще этажей 5 пешком, наверное, 4-5. Особенно если вы боитесь высоты, я думаю, вы будете потом счастливы, как не знаю кто в мире. Ладно, поехала я домой. Кстати, завтрак свой я еще не съела, так как я проснулась достаточно поздно. Поэтому сейчас поеду и буду есть, посмотрю, что у меня там приготовлено. Сегодня на завтрак у меня фисташковые панкейки и чай. И, кстати, на эту неделю я стараюсь пить меньше кофе. Три дня уже вообще кофе не пила, заменяю чаем. Друзья, всем привет. Как прошел ваш год? Сколько набрали? Я не могу сказать, что я прям набрала. Проверяем вес. Весы не показывают. Но мой вес последние 2 года, наверное, приблизился к 59-60 кг. Внешне это выглядит нормально. Многие верят, что я вешу столько. Они говорят, что у меня просто волосы тяжелые. Но я, в принципе, всегда занимаюсь спортом, поэтому у меня достаточно много мышечной массы. А мышечная масса, как мы знаем, она тяжелее. Но, несмотря на это, 60 кг меня не устраивает. Потому что при таком весе я чувствую себя более тяжелой, более ленивой. Мой идеальный вес 56-57 кг. Казалось бы, что там скину 3 кг, но поверьте, когда ваш вес встал, я думаю, многие меня поймут, сдвинуть его в какую-либо сторону очень сложно. Даже набрать, если вы захотите, будет достаточно сложно. Но, наверное, легче, чем скинуть. Пару лет назад я серьезно занялась своим питанием. Достала пароварку из самой дальней полки, которую мне когда-то дарила подруга. И перешла на более здоровую пищу. Так я питалась 2 месяца. И даже уже спустя месяц мой вес пришел к желаемой мне цифре. Я стала более выносливой, более бодрой. Стала чувствовать себя на порядок лучше. Очистилась кожа. Не было вообще никаких сыпий, ничего. Потом я поехала на контракт в Турцию, в Адану. А дальше все как в тумане. В Турции, ну уж, очень вкусная еда, особенно их сладости, при том, что я не люблю сладкое. Но там отказаться очень сложно, особенно в 3 часа ночи после работы. И таким образом, буквально за несколько недель я вернулась к 59 кг. Внешне это было незаметно, так как я продолжала заниматься в тренажерном зале, но по себе я почувствовала. И вот сейчас я решила снова заняться своим питанием. И так теперь будет выглядеть наша еда в течение недели. Это завтрак, обед и ужин на двоих. Ребята из House of Nature предложили мне недельную подписку, попробовать их еду, посмотреть какой будет результат. Их диетолог пообщалась с нами, спросила наши пожелания, наши показатели, вес, рост. И, соответственно, этим параметром она прописала для нас меню. И всеми результатами я буду делиться, конечно же, с вами. Сегодня первый день и не переключайтесь. Еду привозят в 5.30 в 6 утра, оставляют на ресепшене. И когда кто-то из нас просыпается, идет, забирает. Но этот кто-то, конечно же, и я. Вот моя еда на сегодня. И это все, это на полторы тысячи калорий. Вот, вот это вот и все. Приехала в супермаркет Карфор. В Катаре все еще вход во все супермаркеты в масках. По этой разу, поэтому принаряжаюсь. И, кстати, в супермаркетах вообще снимать нельзя. Я не знаю, каким чудом я умудрилась сделать видео о продуктах в Катаре. И даже никто ко мне не подошел, ничего не сказал. Но, в общем, все ради вас. Так что, пойдемте. Это продукт. Видео о ценах на продукты в Катаре у меня уже есть. Сможете посмотреть его я в эту присылочку где-то здесь. Так что не буду снимать революции сейчас. Едем на заправку, потом домой. Заправка тут рядом. Посмотрим, сколько будет стоить. Считаю, что полный бак. Цена бензина сейчас по 1,25 рубля. Сколько получится all in total? Скажу позже. Кстати, вот так выглядят местные деньги. Это 100 реал. Где-то примерно 25 долларов. Такое что-то. Спасибо большое. На 45 реал. Бензина на 600 километров, по говоря. Первое, что я делаю всегда по возвращению домой, я иду умываться. Как ни крути, Катар это пустыня. И всегда, как бы ни была погода, на улице пыльно. Если этого не делать, то будут постоянные прыщи. Вот здесь проходят мои тренировки. Ребята уже собираются. Это крыша, этот вид после тренировки. Уже когда солнце зашло, сегодня почти полнолуние. Райф заниматься, конечно, здесь. Сегодня последний день питания по этой системе. За неделю ушло полтора килограмма. И плюс большой, я научилась не есть что-то между приемами пищи. Допустим, раньше, когда я работаю за компьютером, я беру с собой тарелку каких-то знаков. Это орехи, финики, фрукты, либо шоколадки какие-нибудь. И сижу, все это точу с чаем. Сейчас я понимаю, что у меня есть завтрак, перекус, обед, перекус и ужин. И даже если я голодная, я жду своего милая. И не перекусываю непонятно чем. И это является большим плюсом, потому что ты успеваешь проголодаться. И когда ты ешь, ты действительно наслаждаешься едой. Так, вот мой завтрак. Cinnamon Pancakes. На завтрак у меня оладьи с полицей. На самом деле, я не особо привыкла есть что-то такое прям сладкое на завтрак. Обычно это омлет, либо какой-то бутерброд. Но в крайнем случае овсянка с бананом. Но там не столько сахара. Но за эту неделю я привыкла. Было несколько завтраков именно такого плана. Поэтому на завтрак я уже планирую приготовить сырники со сметанкой. И запишу вам рецепт. Тоже выложу на ютубчик. А вы не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Также можете перейти и подписаться на меня в инстаграме. Там тоже очень интересно. Дневная норма для меня составила 1500 килокалорий и 5 приемов пищи. Три основных и два перекуса. Многие писали, что я буду голодная. Но нет, порции достаточно большие и они насыщающие. В принципе, на протяжении всего дня я себя чувствовала отлично. И я знала, что в определенное время у меня есть определенный прием пищи. Спустя неделю вес ушел на полтора килограмма. Я считаю, за неделю это достаточно хороший результат. Я привыкла к такому расписанию питания. И во время между я сейчас не перекусываю ничем. Даже если мне хочется, я знаю, что, допустим, в 2 часа дня у меня будет обед. И после этого перекуса я себя достаточно хорошо ощущаю. Как-то ориентироваться на результат за неделю очень сложно, так как это достаточно короткий срок. Я буду продолжать в таком ритме месяц. И дальше уже можно будет посмотреть, действительно ли это влияет на меня, либо уже нет. Но об этом вы сможете узнать в моем инстаграме. Поэтому переходите, подписывайтесь, смотрите мои сторис. И не забывайте поставить лайк этому видео, подписаться на канал. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok